СМИ Ирана Евросоюз на грани раскола Логотип СМИ Ирана, Евросоюз на грани раскола И на СМИ, Россия, обзор публикация России, 3-6 апреля Сообщение о планируемом визите премьер-министра Греции Алексиса Ципраса в Москву повергло объединенную Европу в панику, пишет обозреватель Хамид Рашиди 5.04 Негативную реакцию вызвали и сообщение об участии греческого политика в праздничных мероприятиях в Москве 9 мая, посвященных 70-летию победы в Великой Отечественной войне, в которых уже отказались участвовать канцеллер Германии, глава Кабмина Великобритании и президент Франции, отмечает также Рашиди В Европарламенте уже говорят об опасности, которой подвергается единая позиция ЕС в отношении Москвы и пригрозили Афинам исключением из Евросоюза Неприемлема та ситуация, когда Греция, ради того чтобы получить помощь от Москвы, ставит под угрозу всю европейскую политику, цитирует обозреватель Спикера Европарламента Мартина Шульца Но так думают не все Европе, подчеркивает автор Политики левой ориентации, напротив, не видят ничего предосудительного в поездке греческого премьера в Москву, никакой угрозы единству ЕС нет Если Греция на переговорах в Москве поставит вопрос о снятии эмбарго на ввоз европейской сельхозпродукции в Россию В чем, прежде всего, заинтересованы как раз Афины, цитирует Рашиди председателя фракции левых Европарламента Габриэля Цемера Точно так же тот же спикер Европарламента признал, что Европа никуда не денется от проблемы взаимодействия с Россией, замечает 6.04 Мы должны противостоять попыткам Путина расколоть объединенную Европу, но именно поэтому нам необходимо разумное сотрудничество с Россией, цитирует главу Европейского парламента Как отметил в данной связи Льшульц, Европа должна, наконец, осознать, что украинский кризис – это не только тема и проблема российско-американских отношений, это еще и проблема европейской безопасности, продолжает Курасн Пример Афин может стать заразительным для очень многих стран Европы, которым антироссийские санкции нанесли не меньше вред, чем самой России, делятся своим прогнозом с информагентством 5.04 Эксперт по европейским проблемам Сейдри Замир Тахир Ранее о своем стремлении возобновить диалог с Москвой, особенно по вопросам торгово-экономического сотрудничества уже заявляли Австрия и Венгрия, и вот теперь еще и Греция, продолжает автор Таким образом, в Европе формируется уже целая группа стран, для которых экономические связи с Москвой означают не меньше, чем членство в ЕС И на фоне растущего военного противостояния НАТО и России на горизонте уже вполне зримо вырисовываются перспективы распада единой Европы, приходит к выводу эксперт Чеван НАТО при этом, словно не обращая внимания на достигнутые, наконец, договоренности по иранской ядерной программе, продолжает отстаивать тезис о вероятных угрозах со стороны Ирана и заявляет о том, что на программу сосредоточения американских ракет на Востоке и Юге Европы В рамках системы про это не повлияет, рассказывает интернет-издание Чеван 4.04 Москва немедленно прореагировала на заявление НАТО, подчеркнув, что считает утверждение об угрозах, якобы исходящих от Ирана, вымыслом, пишет издание, цитируя при этом зампредседателя правительства РФ Дмитрия Рогозина Эти заявления только подтверждают, против кого на самом деле нацелена ПРО С Рогозиным соглашаются и большинство европейских экспертов, полагающих, что истинной побудительной причиной сосредоточения ракет НАТО на Востоке Европы является растущая военная активность России, добавляет издание Между тем в США, особенно в руководстве Пентагона и среди представителей партии республиканцев в Конгрессе, растет число тех, кто обеспокоен приостановкой многих военных проектов, а также перспективой сокращения военного бюджета страны, пишет тот же Мир Тахир для Чеван 4.04 Последних не устраивает, что в проекте бюджета на финансовый 2015 год только 55% расходов придутся на военные нужды, и это при том, что средства, которые окажутся в распоряжении Пентагона, превышают те, что предусматривают военные бюджеты Великобритании, КНР и России, вместе взятые, подчеркивает эксперт Чеван Россия решительно отвергла обвинение в поставках вооружения еменским мятежникам Хуситам, объявив эту информацию несоответствующей действительности, инициировав одновременно раунд-консультации в ООН по изучению гуманитарной ситуации в Емении, выдвинув проект резолюции, предписывающей прекратить авианалеты на Емин, сообщает Чеван От налетов на Емин авиации сил коалиции во главе с Саудовской Аравией на деле страдает гражданское население, замечает Чеван И продолжает, по посчетам одной международной правовой организации, с начала военной операции союзников против Емина жертвами авианалетов стали 857 человек и получила ранение 1214 Однако предложение России о перемирии и резолюции по имену встретили возражения со стороны Саудовской Аравии, отмечает По словам представителя Королевства Саудовской Аравии при ООН, в предложениях России нет никакой необходимости, поскольку силы коалиции имеют свой проект резолюции по имену, а военное вмешательство нужно как раз для того, чтобы создать условия для политического решения проблемы, рассказывает издание Но между тем, за срочное перемирие высказалась не только Россия, но и международная организация Красного Креста, замечает Курасн И добавляет, что в самих странах региона, в частности, в Бахрейне, продолжаются манифестации, которые выражают солидарность с народом Емина и осуждают агрессию Саудовской Аравии Достигнутые после интенсивных восьмидневных переговоров договоренности в Лозанне по иранской ядерной программе приведут к росту объемов торгово-экономического сотрудничества ИРИ и РФ, отмечается в Курасн 6.04 Похоже, именно в связи с этим прозвучало заявление министра промышленности и торговли России Монтурова, отметившего, что у России есть, что предложить Ирану, и что проникновение российских товаров и именно на иранский рынок сулит большие выгоды российскому производителю, пишет издание По словам российского министра, Россия готова экспортировать в Иран продукцию своего автомобиля, самолеты и кораблестроения, добавила Курасн Иран, в свою очередь, настроен увеличить объемы поставок в Россию продовольственных товаров и морепродуктов, говорится в Хамшари 4.04 Поставки в Россию морепродуктов уже идут полным ходу, поскольку закреплены соответствующим двусторонним соглашением, цитирует издание Центральное информагентство ИРИ Запрет на ввоз ряда товаров европейского происхождения, который Россия ввела в ответ на санкции ЕС, сохраняется Сохраняются и благоприятные условия для сотрудничества Москвы и Тегерана в сфере пищепрома и сельского хозяйства, добавляет Хамшари Данные со спутников показывают, что за период с 2011 по 2013 годы в результате пожаров оказалось уничтожено около четверти всех лесов Земли Только за 2013 год планета лишилась 18 миллионов гектаров своих лесов, и большая часть лесов, уничтоженных пожарами, располагалась в северном полушарии, на территории Канады и России, пишет Корасн, 6.04 Согласно данным специалистов и международных организаций по охране лесов, именно леса этих территорий отвечали за поглощение углекислого газа из атмосферы, но в результате климатических изменений над ними все больше давлеет угроза уничтожения, добавило издание Опубликовано, 7 апреля 2015 года, 14.2